Скандальные пацанки, наша российская версия Эды из «Постучись в мою дверь» и несколько действительно талантливых актрис, поразивших зрителя, вспоминаем девушек, о которых интернет гудит в последнее время. Ася Митронина, героиня пятого сезона шоу «Пацанки», получила свою долю популярности после завершения телепроекта. Девушка пришла на проект с ворохом проблем, были и трудности с алкоголем, и непонимание со стороны близких, и сложности сведениям собственного будущего. На проекте она пробыла всего две недели, но этого хватило, чтобы изменить жизнь. Ася вышла замуж, а недавно стало известно, что девушка беременна. Мария Мацель, девушке всего 23 года, а она уже успела громко заявить о себе в отечественном кино. Некоторые кинокритики называют ее «российской земдеей». Среди ее громких работ проекты «Перевал Дятлова» и «ЮЗЗЗ», а также сериал «Черное облако», показавший большой потенциал этой молодой актрисы. Алиса Кожикина. Юная певица вернулась в шоу «Голос». Уже не дети, в новом сезоне показали артистов, которые уже успели заявить о себе на сцене, будучи совсем малышами. Такой яркой звездочкой оказалась и Алиса Кожикина. 20-летняя певица исполнила песню Полины Гагариной «Шагай», чем взорвала зал и поразила Гагарину, сидящую в жюри. Однако в новый этап конкурса Кожикина не прошла. Лиана Гриба. 26-летняя актриса заставила говорить о себе после недавней премьеры сериала «Пустучись в мою дверь в Москве», ремейки почти одноименного турецкого сериала, ставшего хитом. Она сыграла Сашу Гордееву, аналог турецкой Эды Илдыс, которая встретила своего богатого красавчика-архитектора. Зрители назвали проект плохой адаптацией, а игру Лианы, увы, неубедительной, пластиковой. Евгения Борзых. Об актрисе заговорили после черной комедии. Убить Риту зрителей зацепил ее образ, ее героине хотелось сопереживать. За эту роль Борзых получила приз фестиваля «Пилот как лучшая актриса». Ранее Евгения Борзых стала известна как вокалистка группы СБПЧ Диана Адаменко. Девушка-бунтарка прославилась благодаря шоу «Новые пацанки» на телеканале «Пятница». Девушка пришла в школу Леди, чтобы в ее жизни произошли положительные изменения. Она хотела бороться со своими зависимостями, однако ее хватило всего на 11 недель. После она вернулась к употреблению запрещенных веществ, а шоу покидало со скандалом. Виолетта Чиковани. Блогер Виолетта Чиковани запомнилась зрителям своим неоднократным участием в популярных телешоу, в том числе с проектах «Звезды в Африке» в шоу «Последний герой». Остаться семьей и влюбись, если сможешь. И это только за последний год. Девушка известна своей эффектной внешностью, которой ей удалось добиться с помощью пластических операций. Евгения Громова. Ктриса напомнила о себе, сыграв сразу две роли в сериале «Госпожа». Одна – скромная и скучная соцработница, и вторая – мечта мазохиста. Постепенно ее героиня из-за комплексованной девушки с личными проблемами вырастает в сильную и независимую женщину. Громова сыграла эту роль живо и естественно.